Всем привет! В 70-е одеваться модно, прямо скажем, было трудно. Судя по царившим стилям, этно, классика, романтика, фольклор, хиппи, спорт, милитари, сафари, диско, унисекс, панк, ключевым словом тогда была анти-мода. И главное условие моды в то время было выглядеть ненормально, не как все. 15 модных трендов 70-х, которые ушли и обещали не возвращаться, но почему-то возвращаются. Виниловые комбинезоны. Да, это футуристично, однако готов поспорить, что кожа в них не дышала. И было безумно жарко. А что поделать, если природа позовет? Сейчас такие комбинезоны не очень распространены, разве что у мотоциклистов. Или подобные можно приобрести в секс-шопе. Но все идет к тому, что скоро о ношении виниловых комбинезонов в повседневной жизни все забудут. Брюки клеш. Были популярны с 60-х по 70-е, даже воскресли в 90-х. Однако до сих пор остаются самым спорным трендом. И вряд ли есть такая вероятность возвращения брюк клеш в широкие массы людей. Рубашки с широкими воротничками. Костюм красит любого мужчину. Однако рубашка с широким воротом а-ля 70-е способна все испортить. Буйная растительность на груди у мужчин, которую выставляли специально. Сейчас выставление на показ своей волосатой груди не делается специально. Волосы либо есть, либо их нет. И особо никто не заморачивается над тем, чтобы у вас торчала красивая шевелюра из-под рубашки на груди. Купальники с вырезами. В 70-е слишком много загорали. А купальники со всяческими вырезами оставляли чрезвычайно оригинальные линии загара. Сейчас такие купальники уже смотрятся дико, однако их еще запросто можно приобрести. Блестящие рубашки 70-х. Мы любим Джона Траволту, но как актера и танцора, а не спортсмена по фигурному катанию в блестящем костюме. Сейчас тренд на блестящие рубашки не так велик, как в 70-е. Блестящая рубашка это зачастую разовая одежда, надеть которую можно обычно на какие-то отдельные грандиозные мероприятия. Сомневаюсь, что кто-либо из вас приобретет блестящую рубашку для повседневной носки. Платье с принтом и широким рукавом. Если яркие принты еще можно пережить, то эти рукава наводят на мысли о наволочке. Ну или вспоминается сказка, где девица прятала в один рукав кости, а в другой заливала вино. Джинсы в паре с джинсовой курткой. Сейчас увидеть человека в джинсовой куртке и синих джинсах большая редкость. Тогда в 70-е это было очень модным сочетанием. Сейчас так одеваются разве что рабочие настройки, хотя цвет спецовок у них другой. Но все равно они модники 70-х. Мода в 70-х на пирсинг. В то время не особо понимали, как правильно носить пирсинг и часто перебарщивали. Сейчас же пирсинг это более точечное украшение и эта мода понемногу проходит. С пирсингом должно быть все в меру. Впрочем, как и с татуировками. Мода на платья космической тематики. Подобное платье редко на ком встретишь. Сейчас чаще можно встретить платье а-ля девица 50-х годов на Руси. Хотя, кто знает, может появиться какой-то известный модник и ведет моду на платья из космоса. Шипованные ремни. Такие ремни стали носить панки в 70-х, а позже подхватили тинейджеры нулевых. Сейчас такие вряд ли встретишь на улице. Ультраширокие штаны. Родственники брюк-клёш. Может быть и выглядели неплохо, однако были не самым практичным предметом гардероба. Одежда с полосками. В 70-е любили одежду с полосками. Наряжались в нее буквально с ног до головы. Сейчас, если выйти полностью полосатым, тебя могут не понять. В наше время более модными считаются однотонные вещи. Топики для девушек с завязками на груди. Пожалуй, сейчас их место на пляже, а не в обычной жизни. Как тогда в 70-х. Тогда это было невероятно модным. Ну и невероятно высокие каблуки. Считается, что прототипы таких высоких каблуков появились во Франции в самом начале 16-го века. В это время башмачники проделали в подошве небольшой паз, который облегчал помещение ступни в стремя при верховой езде. Соответственно, толщину подошвы пришлось увеличить, причем именно под пяткой. Поскольку еда на лошадях в средние века оставалась прерогативой мужского пола, то и первые туфли на каблуках были созданы именно для мужчин. Веком позже практика создания каблуков переместилась и на обычные туфли для мужчин высшего сословия. В те времена высота мужского каблука составляла от 6 до 8 сантиметров. Вскоре мода на высокие каблуки охватила всю французскую аристократию. Однако, после Великой Французской революции, высокие каблуки были надолго забыты как символ общественного неравенства. И лишь в конце 19-го века высокий каблук вновь привлек внимание модельеров, но уже как символ женской привлекательности. Сейчас настолько высокие каблуки редко встретишь, хотя и можно их приобрести. Но мода на них постепенно угасает и скорее всего вскоре туфли на чрезвычайно высоком каблуке будут забыты и перестанут быть востребованы окончательно. Ну а на этом все друзья, с вами были интересные факты.